Меня зовут Ирина, мне 26 лет, и уже около 5 лет я воспитываю сына одна. Мне было 18, я училась в университете, познакомилась с молодым человеком, он был меня старше. У нас начался роман, мы долго встречались, решили завести семью. Я очень хотела детей, но когда сыну исполнилось 6 месяцев, мы уже экстрадировали в Россию из-за того, что у него были проблемы с законом именно Российской Федерации, что у него были проблемы с наркотиками. Срок около 4,5 лет. Далее я подавала на развод уже дистанционно, и в тот момент я осталась одна. То есть это было для меня такой неожиданностью, шоком, то есть когда ребенку 6 месяцев, вроде все идет неплохо, ну и вот такое как бы с небес валится. Изначально это был страх вообще одиночества, страх остаться одной, ну наедине со своими вот этими проблемами, потому что очень не хотелось быть обузой родителям, не хотелось быть обузой своей семье. И я понимала, что в одиночку воспитывать ребенка, такого маленького, это очень сложно. На тот момент я еще не работала, поэтому, ну да, было страшно, что я не смогу его достаточно обеспечить. В момент, когда мы остались одни с Дамиром, мой страх был на самом деле на пике, и это было просто шоковое состояние, то есть ты находишься в такой точке, просто откуда уже ниже невозможно попасть, как тогда оказалось. И на тот момент меня очень поддержала моя семья. Было, да, беспокойство, что все эти события как-то в дальнейшем повлияют на мою семью, не будет ли это сказываться на ребенка, на его дальнейшем психологическом каком-то здоровье. Ну, я решила для себя, что лучше, скажем, не страшно одной воспитывать ребенка, страшно оставаться в семье, где есть какое-то эмоциональное или физическое насилие. Уже потом я поняла, что у нас были созависимые отношения с моей стороны, что это были отношения с абьюзером. Страшно за тех женщин, которые на самом деле остаются в таких отношениях, которые боятся их заканчивать, выходить из них. И еще больше страх за детей, которые растут в таких семьях. Безусловно, страх на реакцию сына о нашей ситуации есть. Я, в принципе, готова это принять и готова принять любое его решение, если в дальнейшем он захочет общаться с своим отцом. То есть я поддержу любой его выбор. Было беспокойство насчет того, что ребенок начнет спрашивать, где же мой отец, потому что он уже начал ходить в детский сад, в секции. Он видел, что детей забирают не только мамы, но и папы. Вопросы у него были ко мне, где же мой папа. Он говорит даже, что скучает по нему, хотя он его не помнит. То есть он был на шесть месяцев в тот момент. Я его обнимала, утешала. И в тот момент, когда он не видит мои глаза, например, у меня на самом деле наворачиваются слезы. Но показать ему это я не решилась, потому что я считаю, что ребенок все-таки не должен видеть, как страдает его родитель. Я решила для себя, что врать ему точно не буду. Ну, целой картины я ему не рассказывала. Я сказала, что отец у тебя есть, и он тебя любит. Но жизнь сложилась так, что родители твои больше не вместе. Пою, что сын в будущем, возможно, будет винить меня в том, что наша семья не состоялась. Да, я росла в полной семье. У меня была мама, отец, старшая сестра. Есть, наверное, у меня тоже страх того, что мой сын будет считать себя каким-то, ну, не то, что неполноценным, но просто, возможно, будет ощущать себя больше одиноким, наверное, в нашей такой маленькой семье, чем если бы у него был отец. Такие страхи присутствуют, что ребенок останется один без меня на, ну, скажем, на всю жизнь, например, или если я вдруг там серьезно заболею. Такие страхи имеют место быть, но они не постоянно сидят в себе. То есть ты как-то можешь об этом задуматься, попереживать, но в любом случае у каждого из нас свой путь, и никто не может предугадать, что случится. Сначала, да, я беспокоилась, что сыну не хватит отца, не хватит мужской фигуры, но на самом деле многие дети растут в неполных семьях, гораздо больше детей, чем мы можем себе представить, и они вырастают сильными, самостоятельными, и никто не может сразу сказать, что у этого ребенка не было отца или матери. Поэтому страх из-за сына, что он вырастет немужественным и не имея перед собой какого-то мужского примера, у меня нет. Никто не берет эту функцию на себя, потому что мой отец, он часто бывает в России, ездит туда на работу, и мы видим себя, ну, несколько раз, скажем, в полгода. Но в это время он встречается с внуком, они общаются, там, ходят в аквапарк. Я решила немножко, как бы, разбавить жизнь сына, добавить туда мужские фигуры, мы вместе ходим с ним на бокс, в бассейн. Поэтому он видит мужчин, которые, в принципе, сильные, которые занимаются спортом. Мужская фигура у него есть, то есть он видит в любом случае мужчин вокруг себя и в хорошем контексте. Ну, конечно, я допускаю такие мысли, что, возможно, еще семья, и что у меня будет брак, и, возможно, еще будут дети. На данный момент личная жизнь у меня есть, просто она, ну, не пересекается со своим ребенком. Я бы познакомила молодого человека с ребенком, когда буду уверена, что, ну, в принципе, у него серьезные намерения. Просто приводить мужчину в дом и говорить ему, типа, «Дамир, вот знакомься», как бы, я считаю, что это неправильно. Потому что ребенок должен быть в безопасности, осознавать, что его дом – это его дом. Нет, травмировать я не боюсь, потому что, в принципе, я воспитываю ребенка в современном ключе, он знает, что есть разные семьи, неполные семьи, и что люди встречаются и расстаются. То есть он имеет представление об этом мире. И я думаю, что он примет мой выбор, и я надеюсь, что он будет счастлив тоже. У каждого родителя, у отца или у матери, неважно, присутствует страх за своего ребенка, в смысле, что за его здоровье или за его жизнь в целом, это всегда опасение, как бы он там не сломал себе что-нибудь, не ушиб, не упал откуда-нибудь. То есть ты постоянно находишься в таком режиме боевой готовности, следишь, чтобы с ним было все в порядке. Естественно, у каждого родителя есть такие страхи. Но я думаю, что, конечно, со временем, когда он станет более самостоятельным и уже более осознанным, пройдут многие тревоги и опасения за его здоровье или за его жизнь. Но все равно мы будем беспокоиться о нем, о своих дочерях или о своих сыновьях. Это естественно. Это трудно, да. Воспитывать одно это непросто и в каких-то местах должен жертвовать чем-то. Но я не скажу, что эти жертвы, они какие-то прям болезненные, да. То есть когда ты любишь своего сына, ты знаешь, что он любит тебя и что вы идете, в принципе, в правильном направлении, уделять ему внимание и вкладывать в него силы. Ну, это только в одно удовольствие. Мне помогает справляться, наверное, мой характер и мое воспитание, потому что родители многое вложили в меня, многое дали мне, дали мне самостоятельность, дали мне уверенность в том, что я справлюсь совсем сама. И, конечно, в каких-то моментах ты чувствуешь себя слабой или одинокой, или там, я не знаю, несамостоятельной. Но это такие какие-то мимолетные минуты слабости, и в дальнейшем ты просто, ну, ты знаешь, что кроме тебя никто не сделает за тебя твою работу, никто не пройдет за тебя твой путь. Поэтому, в принципе, это и есть, наверное, жизнь, да, когда ты берешь ответственность за свою жизнь, за жизнь своего ребенка. Естественно, главный мотиватор моей жизни – это мой сын, и ради него я справляюсь со страхами и со всеми другими проблемами, в принципе, в жизни. Я думаю, что никому не стыдно бояться, потому что наши страхи – это совершенно естественное явление. и женщины разные, люди разные, и у всех свои, ну, свой характер, да. То есть кто-то справляется с проблемами легче, кто-то сложнее, тяжелее переносит все это. Не страшно бояться, страшно, наверное, остаться в этом состоянии надолго, да, не признаться себе, что ты чего-то боишься, а именно застрять вот в этой такой, ну, в этом моменте страха и ничего с этим не делать. У нас у всех есть клише идеальной семьи, и все хотят выглядеть идеально, да, то есть рассказать своим друзьям, близким, что у них все хорошо. И многие стыдятся именно этого, что у них не сложилось, что у них не получилось, и винят себя в этом. Да, здесь важно просто признаться себе в этом, попросить помощи. Были моменты жалости к себе, именно когда все это произошло. Ну, это, естественно, реакция, в принципе, на такие моменты в жизни. Но я не жалею, что я пришла на такой путь, потому что на данный момент у меня есть абсолютно классный сын, классный парень. Вот. И, наверное, я бы оставила все как есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok